Это мои попутчики. Я беру их, если со мной нет детей, что редкость, но если их нет, со мной повсюду они. Они все необходимы, потому что без них не обойтись. Приступим. Если я куда-либо выхожу из дома, мне нужна вода. Я беру Мананалу. Я ненавижу пластик, поэтому беру специальную бутылку или Мананалу. Это первая вещь. Аквамену нужна вода. Так, дальше. Средство ухода за кожей. Только самое необходимое. То, что ношу с собой. Зубная щетка, ложка-вилка. Я люблю такие штуки. Это твердый шампунь. Я использую его для... Он в бруске без пластика. Бальзам для губ. Зубная паста. Это мой любимый дезодоран. Он называется Палосанто энд Франкинсенс. Его производит Хамбл. Вот только он в пластике. Я позвоню Доновану, чтобы он его заменил. Моя цель во всем обходиться без пластика. Я стал акваменом, и теперь разными способами пытаюсь спасти землю. Однажды я летел на самолете и задумался. Там была банка пива, банка газировки, банка колы, а еще мерзкая бутылочка воды. Буквально глоток воды в трех разных видах пластика. И еще с оберткой сверху. Я подумал, это безумие какое-то. Вот почему я начал производить Мононалу. Мы делаем воду в банках из переработанных материалов. Я подумал, почему бы и нет. Вода из пластиковых бутылок отвратительна. Она вредна и для вас, и для Земли. Я постоянно в разъездах, и повсюду вижу одноразовый пластик. Меня это достало. Я решил не впустую злиться, а что-то изменить. Следующая вещь — это музыка. Это единственное, что я всегда брал с собой, других вещей не было. Куча альбомов. Я беру с собой 300-400 альбомов. И это лишь самые необходимые. Я притащил один сюда, сегодня его слушал. Это Саббат. Я обожаю винил и вожу с собой проигрыватели. Один стоит в трейлере, под него собираюсь утром. Еще один в спортзале. Люблю их. Еще я повсюду беру с собой маршалы. К ним можно подключить телефон. Идеальный вариант для меня. Я обожаю путешествовать и забираться в разные места. Можно и в грязи копаться, и на горы забираться. И брать эту штуку с собой — это классно. В общем, сплошной рок-н-ролл, что подводит нас к следующему пункту. Я обожаю играть на гитаре. Например, блюз. Я еще и на басухе учусь играть. Я вожу с собой кучу инструментов. Не только для себя, но и для детей. Им нужно практиковаться. Там стоит пианино. На нем играет моя дочь. Еще у нее есть труба. Обе дочки играли на скрипке. Я начал играть на басу, когда сын увлекся ударными. Мы возим с собой установку. Я беру с собой где-то 12 гитар. Постоянную рок-н-ролл, детка. Следующий предмет я сделал сам — это кошелек, куда я кладу телефон, наличку и карточки. Там есть все необходимое. Я смастерил его во время съемок Аквамена. Мне помогли спецы. Например, в нем вырезаны узоры. Моя татуха и другие штуки. Это мой личный кошелек на цепочке, но я их много делаю. В него помещается телефон. Это позволяет поддерживать связь с близкими и делать фото. Мы выбрали для него акулью кожу, а это кольцо, которое цепляется на нос быка. Я носил его в Аквамене и буду носить в Аквамен 2. Этот шил не я. Я сделал множество других, а таких нам пришлось сделать 4-5 штук. Их сделали члены команды, но я выбрал материалы и сделал дизайн. Эту монету сделал вручную мой друг. Я обожаю фотографию. Друг сделал для меня эти кейсы для проекта On The Room. Отличная штука. Это моя М2. Обычно у меня М2 или М3, пленочная камера. 50-миллиметровые линзы, отличная рабочая лошадка. Я люблю лейки и пленочные фотографии, но обожаю цифровые. Я влюбился вот в эту камеру. Это 10MP, там стекло 30-40-х годов, но начинка для цифры. Мне нравится, что картинка выходит четкой благодаря цифре, но снимаю я через старое стекло. Люблю экспериментировать с такими штуками. Дэмин, у тебя есть с собой Рэд? Это модель 6К. Невероятно, но она умещается на ладони. Это Рэд Комода. Для меня сделали медную. Мама меня в детстве бесила постоянными остановками. Мы куда-то ехали, и она вечно останавливалась, чтобы сделать фото. Но потом я увидел ее снимки и посмотрел на мир ее глазами. Когда я стал актером, я начал изучать киносъемку, а потом... И снимать? Следующие вещи особо важны. Мне не обойтись без картохи и Пигги Биг Спирит. Это мои малышки Лолы, а это Вулфа. Если у вас есть дети, у вас есть игрушки. Если дети не с вами, приходится обнимать игрушек. Но это слишком интимная тема. Не стану вдаваться в детали, они касаются лишь моей семьи. Это Пигги Биг Спирит, она заменяет Лолу. А это Кроха Картоха, что уморительно. Вулфи. Нашел потрясающую игрушку и назвал ее Картохой. Это гениальное название для игрушки. Они спят со мной. Да. Сейчас мои дети со мной, они смотрят фильм, но да, я обязательно беру с собой Пигги и Картоху. Следующая вещь. Она связана с тем, о чем я вам уже рассказывал. Этот ремень сделал мой приятель, Тейбор Нэш. Мы сделали этот Наклхэт под мой любимый байк. Я обожаю байки. Без них я тоже не могу обойтись, но здесь их нет. Посчитаем их как восьмой пункт. Я путешествую с кучей мотоциклов, но вот этот Наклхэт, это мой Харли Дэвидсон. А еще тут ножи. Я обожаю ножи и беру их с собой. Их делают мои, многие мои друзья. Этот сделал мой друг Крис из Топанги. Я люблю поддерживать локальных ремесленников. Без ножа не обойтись. Это один из них. Меня вообще радуют сделанные вручную предметы от локальных производителей. Восьмая вещь, без которой мне не обойтись, это байки Харли Дэвидсон. Я их обожаю. Это лучшие байки в мире. Мои любимые. Поэтому я не мог остаться в стороне. Обожаю Харли. Я всю жизнь хотел мотоцикл. Я записал об этом ролик. Можете посмотреть, он называется «По диким местам». Поищите на Ютубе. Это мы его сняли. Он посвящен моему первому байку. Я снял его для себя и своих детей. В общем, я обожаю мотоциклы и люблю ездить на них по миру. Как ни странно, но... Они мои. Следующая необходимая вещь, это... Мои штаны Кархар. Грязнющие штаны Кархар. Я езжу в них по миру, вы много всего повидали. Они все со мной пережили, и я их люблю. Они самые прочные, я их обожаю. Да, девятый пункт, это реально мои штаны. Я купил их еще в школе. Прошло очень много времени. Я записал еще один ролик, он называется «Холст моей жизни» и посвящен как раз этим штанам. Пожалуйста, посмотрите его. Они со мной уже целую вечность, и мы вместе пережили взлеты и падения. Я гаваец, поэтому обязан иметь шлепанцы. У меня должны быть шлепанцы и солнцезащитные очки. Обязательно. Они очень классные. Я начал их производить и очень доволен, потому что они очень простые. Мы делаем их из водорослей. Я хочу, чтобы их можно было взять и посадить у себя во дворе, а не загрязнять океаны и увеличивать свалки. Моя цель — создать биоразлагаемые шлепанцы. Я горю этой идеей. Их делает моя компания «Сол Ил». Они розовые и черные, это мои любимые цвета, и... Без шлепанцев никуда. Две пары очков. Их не бывает много. У меня огромная коллекция солнцезащитных очков. Эти я сейчас произвожу совместно с «Электрик». Это классные компании, они используют переработанные материалы. Все делается с заботой об окружающей среде. У меня с ними небольшая коллаборация. Я давно ношу эти очки, потому что с компанией сотрудничают мои друзья-серферы. Также они спонсируют моих друзей-байкеров, и с ними дружат мои друзья-серферы. Они подарили мне очки, и я остался доволен. Я долго их носил, и в итоге мне сказали, а давай что-нибудь сделаем. Теперь у меня будет своя линейка, и это круто. Без очков никуда. Вот и все. Десять вещей. Спасибо, GQ. Надеюсь, вы довольны. Я показал, без чего не могу жить. 20 августа выходит один из лучших фильмов в моей карьере. Я снял его со своим лучшим другом и другими приятелями. Малышка. Будет на Нетфликсе. Надеюсь, вам понравится. Мы трудились изо всех сил, а еще... Если можете, помогите победить одноразовый пластик. Люблю вас. Алоха. Спасибо. Спасибо.